Обращение с твердыми коммунальными отходами и экологическое оздоровление Волги. Эти темы сегодня обсудили в Уфе на заседании совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе. В конгресс-холл Тратау приехали главы регионов, представители Совета Федерации, федеральных министерств. В заседании принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Проблема загрязнения окружающей среды общая для всех. Экологическое равновесие важно как для крупных городов, так и небольших сельских поселений. Правительство России поставило перед регионами серьезную задачу внедрить новую систему обращения с ТКО. Но пока в ее организации есть немало вопросов. Наиболее чувствительным для населения вопросом является эффективное функционирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Малейший, даже незначительный сбой в ее работе вызывает часто острую реакцию населения и несет риски роста социальной напряженности. Поэтому формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами является одной из приоритетных задач, обозначенных главой государства. Решение этой задачи состоит в том числе и в ликвидации свалок и рекультивации территории, на которых они находились. Так, в Чебоксарах рекультивация Пехтулинской свалки решила серьезную экологическую проблему с столицей республики. Важное место занимает и вторичная переработка мусора, в Чуши работает региональный оператор, занимающийся сбором и утилизацией отходов. Есть два мусоросортировочных полигона. Пока лишь 8% из всего объема отходов отправляются на вторичную переработку. Через три года планируется перерабатывать уже 30%. Регион округа в числе первых в стране включились в данную работу. С 1 мая 2018 года на новую систему обращений с твердыми коммунальными отходами в пилотном режиме перешла республика Мордовия. 12 августа Саратовской области, с 1 октября Чувашская республика. Работы проводятся поэтапно, по тем мероприятиям, которые утверждены у нас в плане мероприятий. Мы закладывали средства в бюджете, заложены средства в проектах, основанных на инициативных граждан, около 200 миллионов рублей. Идет сейчас процедура заключения контрактов, благоустройство площадок для контейнеров, для того, чтобы к 1 сентября весь тот механизм у нас заработал. Не половинчато там, не временно, а на самом деле на системной основе вся эта работа должна быть налажена. Это во-первых. Во-вторых, мы постоянно отслеживаем по сборам за сбор, утилизацию и перевозку твердых коммунальных отходов. Сегодня на уровне 70%, 30% не добираем. Конечно, это создает определенные проблемы. Поэтому здесь исполнительская дисциплина всех участников данного механизма должна быть налажена лучше. Плата за вывоз мусора в нашем регионе одна из низких ПФО. При этом для тех, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи, предоставляется субсидия на оплату ТКО. В республике каждая третья семья пользуется данным видом поддержки. Что касается контейнерных площадок, сейчас в целом по Чувашии оборудовано более половины мест для сбора мусора. До 1 июля должны завершить обустройство остальных. На решение этой задачи аккумулируются средства бюджета всех уровней. Из региональной казны выделено 87 миллионов на закупку недостающих контейнеров.